Получить архивную справку можно будет через сайт электронного правительства. Это нововведение вступит в силу 1 июля. Теперь не будет необходимости в цифровой подписи достаточно разового СМС-пароля. Какие данные запрашивают в городском архиве, расскажет Ольга Файзулина. Основные клиенты архива – бывшие граждане Казахстана. Они обращаются сюда за справками. За пять месяцев текущего года таких документов выдали почти 11 тысяч. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого. Более 112 тысяч единиц хранения. В них содержатся документы по трудовой деятельности, о заработной плате, а также о факте обучения. Ближние и дальние зарубежные к нам обращаются. В частности, Германия из дальнего зарубежья нам пришлют запросы. А так, ну, Россия, Украина, Беларусь. На выдачу одной справки по рекламенту уходит 11 дней. Но бывает, сроки затягиваются. Смена фамилии, отсутствие правильного названия компаний и точных дат усложняют восстановление информации. К нам обратился мужчина, который ищет свой трудовой стаж. Он работал в Дом управления номер 8. Точно года он мне написал, и поэтому я просматриваю лицевые счета Дом управления номер 8. Здесь хранят документы 517 ликвидированных предприятий и учебных заведений, заводов МЛД, Калинина, швейной фабрики «Комсомолка», мясокомбината. Самые старые датированы 1940 годом. Они будут лежать 75 лет. Это ведомость начисления заработной платы сотрудникам Петропавловского техникума механизации сельского хозяйства. В 1967 году директор в месяц получал 251 рубль 27 копеек, а оклады старшего бухгалтера и преподавателя были равными – около 150 рублей. В архив приходят и письма от благодарных клиентов. Лиза Табишева вспоминает, пару лет назад отправила справку в Германию. На Новый год неожиданно получила ответ – открытку с поздравлениями. Сталкиваются архивисты и с необычными запросами. Заключенный попросил найти информацию о возлюбленной из прошлого. Однако предоставлять такие данные здесь не имеют права. Оказание госуслуг на контроле у управления культуры архивов и документации. В прошлом году были проверены 14 подведомственных архивов. В этом году данная работа будет продолжена. Рекомендации в основном касаются делопроизводства, соблюдения сроков оказания услуги, корректные работы с услугополучателями. Кстати, год назад архив поменял адрес. Теперь он располагается в здании по улице Жамбыла, 249, занимает площадь в 750 квадратных метров. Ольга Файзулина, Казбек Рыгбаев, Новости МТРК.